Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас на рассмотрении жилой комплекс Испанский квартал 2. Это жилой комплекс от компании ГКА-101. Это довольно большой жилой комплекс. Он такой же, как и все жилые комплексы Здесь мы видим действительно целый квартал. Такой же, как, например, и Скандинавия. Довольно симпатичный. И сейчас я нахожусь во внутреннем дворе. То есть двор здесь для детей очень хорошо обустроен. Закрыт от машин и вполне безопасен. Здесь очень интересный ландшафтный дизайн. Такие вот зеленые насаждения. Клены или березки. Очень современный ЖК. Он мне очень нравится. Ну такой же, как и ЖК Скандинавия. Здесь мы видим вот такие подъезды. Безбарьерный вход в корпуса. Первый этаж. Окна, соответственно, широкие. Мне здесь понравилось. Знаете, вот входные группы здесь такие интересные. Входишь и дверь просто сама тебе открывается как-то. То есть очень технологично сделано. А такого нет у Пиковских даже, например. Вот дверь открыта. То ли она как бы объявляется вот эта дверь. То ли человек, когда подходит и по ключу она открывается. В общем, я не просвещенный в этом. Может мне написать в комментарии. Но очень интересно, очень автоматизировано все. Вот. И мы видим по фасадам дома, что ЖК имеет внешнюю систему кондиционирования. То есть это видно за счет вот этих вот карманов для кондиционеров. Ну, в принципе, хорошо. Потому что меньшие щита будут приходить за обслуживание климат-контроля. Вот. Есть там балкончики, да. Балкончиков, правда, не очень много. Или мне так кажется, но они есть. Очень интересные, да. Фасады очень интересно выполнены. Ну, вообще, это монолитно-каркасные строения все. Вот. И с облицовкой вот такого вот кирпича. Вот. Такие светло-коричневые тона. Действительно, кажется, ощущение, что это какие-то испанские кварталы. То есть вот дизайн их весьма и весьма интересен. Ну, и за счет того, что это монолитные дома, соответственно, здесь большие разнообразие планировок. То есть здесь студия от 18 метров, заканчивая четырехкомнатными 106-метровыми квартирищами. Вот. Есть подземная парковка. О парковке я поговорю чуть позже. То есть многие жалуются, что подземной парковки не хватает. Поэтому ГК-101 строит еще гараж отдельно. Сейчас я его покажу. Вот. То есть все мне очень нравится. Очень круто. Давайте сейчас походим немножко по ЖК. Посмотрим, что здесь есть. Вот. Что здесь нету. Вот видите, сейчас я покажу вам поближе. То есть здесь вот поближе. Вот они, видите, вот там балкончики. Здесь поближе еще есть. Вот эти вот окна. Да, они очень нравятся. Очень нравятся. Ну что, давайте поговорим. Сейчас прежде чем пойдем. Поговорим о квартирах. То есть, что здесь можно сказать насчет квартир. Квартиры здесь есть двух классов. Это бизнес и комфорт-класс. Отличаются они тем, что бизнес-класс имеет... Давайте пройдемся, не будем здесь сидеть. Отличаются они тем, что комфорт-класс имеет более высокие потолки. Это три метра. Кроме того, бизнес-класс имеет панорамные виды. То есть там более все симпатично. Вот. Ну, по-моему, на этом там, как бы, в общем-то, заканчиваются преимущества. Во всех подъездах есть консьержи, колясочные, вся вот эта вот тема, да. Это очень здорово. То есть даже, как я понимаю, в эконом-классе, в комфорт-классе тут это есть. Что касается цен, то сейчас комфорт-класс, это студию в районе 22 метров, можете купить за 5,6 миллионов рублей. Ну, правда, маленькая студия, да, всего лишь. Вот там, видите, еще строятся новые посереди. То есть, как бы, вот видите, маленькая студия, да, можно купить 22 метров в комфорт-классе за 5,6 миллионов рублей. Вот, а что касается, то касается бизнес-класса, да, то здесь есть бизнес-класс, то минимальная стоимость покупки в квартире бизнес-класса будет стоить 6,7 миллионов рублей. Вот, 6,7 миллионов рублей за площадь 18 метров. Очень мало, да, для бизнес-класса, конечно, очень мало. Но зато там будут высокие потолки. Вот, вводят хороший вид из окна. Так, вот здесь вот на первом каражак, соответственно, есть магазинчики, да, какие-то службы быта и так далее. То есть, очень, очень действительно хороший квартал. Действительно, это квартал полноценный, то есть, это не какой-то псевдоквартал пиковский, которого только название. Здесь же действительно полноценный квартал с своими проспектами, своими улицами. Вот. Так же, как, собственно говоря, и в Скандинавии, да, квартале Скандинавия. Очень просторно дышится. Невысокая совершенно плотность застройки, то есть, плотность застройки и очень свободная, вполне себе. Это тоже радует. Что касается самой компании А101, то она мне, в принципе, очень нравится. Мне нравится по ЖК Скандинавии. Вот. Эта компания образована в 2014 году и слияние двух реттлорских компаний. Вот там вот видите, аэропортный звук, там самолетики летают. Кстати, самолетов тут летают довольно низкие, не знаю, будут они задолбливать или нет. Вот видите, самолетик летит, от него звук. Потому что здесь Калужское шоссе, А101, она базируется, как правило, на Калужском шоссе. Вот, это ее любимая локация. Вот видите, я на панорамную камеру снимаю и виден самолет. То есть, вот это, я не знаю, будет мешать, нет. Теоретически, может мешать. Вот, то есть, это компания, которая любит локацию, она любит Калужское шоссе. Вот, в основном, все ЖК у нее здесь образуются. Вот, она вот, когда вот, ну, специализируется А101, в общем, по Новой Москве преимущественно. Когда она уже, это стало Москвой все. Когда уже все, все вот эти вот удаленные Москвы стали Москвой, то интерес компании возрос. Вот, поэтому, поэтому мне кажется, что на сегодняшний момент одна из лучших групп компаний. Так, ну, вот я сейчас хочу показать вам, что здесь вот строятся муниципальные объекты, объекты инфраструктуры. Вот там вот, видите, сейчас, как я вам обещал, показываю гараж. Вон он, гараж там нахуй строится. Справа в Казке строится образовательный центр. Но это не точно. Вот, тут мне нравится облицовка, да. Вот эта облицовка такая современная, модная, кирпичиком. В общем, очень здорово. Вот здесь пекарни всякие, винные магазины. Ну, конечно, с парковкой пока есть напряжение. Видите, все здесь забито. В этом плане, мне кажется, вот Скандинавия он как-то пошире в плане парковок. Но лучше, чем какие-то те же самые массовые, да, застройщики. Вон он, видите, гараж каждый строит. Вот это, по-моему, испанские кварталы один. Вот, но не точно. Здесь есть, он славится этот, испанские кварталы тем, что здесь есть памятник Донки Кот. Вот он, насколько я знаю. Но я его не знаю, где он здесь находится. Я его не нашел, сколько тут хожу, его не нашел. Поэтому, где он здесь конкретно, я не знаю. Вот, что еще можно сказать про этот ЖК. Ну, про локацию я уже сказал, да. Это Каложское шоссе, то есть это замкадышевый жилой комплекс. Здесь неплохая экология, здесь довольно хорошо дышится, нету никаких объектов техногенных. Ни заводов таких особо я тут не видел. Вот. Также, если ехать на метро, то здесь большая метро Прокшена. Это Красная Сокольническая линия, то есть вы будете через 40-50 минут уже на Красной площади. По заверениям застройщика идти до него 15 минут отсюда. Но я, честно сказать, не знаю, я не проверял. Поверим на слово. Что касается транспортной доступности на автомобиле, то я ехал со стороны МКАДа. В принципе, вы знаете, вот эти вот развязки, они все довольно современные. Вот. Нет никаких узких улочек, потому что район довольно новый, довольно современный. Вот строится что-то, видите. Мне кажется, образовательный центр строится, школа. Вон там вот гараж. Вот. Поэтому на МКАД выезжаешь довольно свободно. То есть сейчас будний день. Пробок не было вообще, когда я выезжал на МКАД. Не знаю, что будет в час пик. Вот проверять не буду, потому что сейчас уже уезжаю. Вот. Но мне кажется, в сравнении с другими там вот целыми комплексами, очень весьма достойно все. Очень свободно дышится, очень хороший новый район, да. Мне он больше нравится, чем вот эти вот пиковские, которые впихнуты либо в промзону куда-то, либо какие-то уже старые устоявшиеся кварталы. Вот. В этом плане здесь, конечно, гораздо лучше, да. Ну и по цене, мне кажется, вполне рыночные цены. То есть про цены говорить ничего не буду. Цены на недвижимость растут. Каждым разом они все выше и выше становятся. Поэтому говорить о том, что здесь высокая стоимость на этот ЖК, это банально, глупо и неинтересно. Вообще, чем мне нравится вот ЖК 101, это тем, что здесь вот хорошие люди, да. Вот по ощущениям здесь очень такие люди интеллигентные, небедные. Вот. Катаются на самокатах. Очень современные, продвинутые. То есть вот почему-то они вот выбирают, такие вот люди интеллигентные выбирают именно этот ГК. То есть мне вот почему-то нравятся люди, да. То есть вот окружение, мне кажется, будет очень неплохое, если здесь жить. Так. Перебегу дорогу. Пока действительно транспортная сеть еще не отработана. Поэтому светофоров особо нет. Но я думаю, что все это построят. Вот. Надеюсь, что вот эти все машины они куда-то уберут. В гараж там или куда-то еще. Так что в заключении я хочу сказать, что действительно комплекс свое. Название. Утверждает. Действительно похоже на испанские кварталы. Вот. Мне здесь все нравится. Кроме, наверное, разве что вот того, что здесь. На самолет летают, да. Но это, наверное, мелочь. То есть других недостатков я тут не нашел по сравнению с другими ЖК. Да, конечно же, это, конечно же, это массовая ЖК, да. Но они все массовые сейчас. Тем не менее, на основании всех по сравнению со всеми остальными массовыми ЖК. ЖК от А101, мне кажется, наиболее лучшими, наиболее интересными. Задержки вроде бы тут тоже есть у этого ЖК, но не такие большие. Вот видите, давайте сейчас еще дворик зайдем посмотрим. Вот эти кварталы действительно испанские. Кварталы такие, да. Давайте еще немножко посмотрим на архитектурный дизайн. То есть ландшафтный дизайн, прошу прощения. Видите, какие-то ягодки или еще это насажено. Вот они, видите, внутренний двор. Здесь есть, где детям разгуляться. Такие колодцы, да, типа питерских как бы. Вот видите, есть даже тренажеры. В общем, конечно, достойно, достойно. Не ощущается здесь вот такого какого-то плотности, да, какой-то такой плотности, какой-то тесноты. Все очень свободно. Да, конечно, есть вот эта вот массовость, да, то, что это человейник. Но где сейчас ее нету, да. Поэтому не знаю, покупать вам здесь квартиру или нет. Но я бы, наверное, купил в сравнении с остальным яжиком. Мне здесь очень даже нравится, в чем сейчас современно. Особенно мне нравится, что здесь есть бизнес-класс, где можно выбрать потолки в 3 метра. Вот видите, я сейчас просто поснимаю, похожу. Такие вот кварталы. Действительно, в них можно заблудиться. Действительно настоящие полноценные кварталы. Но довольно уютные, довольно уютные. Вот сейчас немножко снимаю ландшафтный дизайн. Видите, такая травка тут растет. Еще мне нравится, что здесь лавочки есть, да, то есть в каждом подъезде есть лавочки. А ближайшее заселение, вот квартир, которые я говорил, то есть вот этот, например, комфорт-класс, который за 5,6 миллионов рублей, 22 метра в студии, это будет первый квартал 2023 года. Так что, кто хочет, можете поторопиться. Потом, скорее всего, квартиры тут взлетят. Ну, в общем, вот все, что я хотел сказать по этому жилому комплексу. Станова у меня положительные, как бы, ощущения минусов я реально практически не нашел. Ну, минусы, это, конечно же, банальные довольно то, что масса, ну, вот ощущение, что это какой-то массовый термитник, да. Вот, и что здесь самолеты летают, и что это за МКАДом, но это такие мелкие, мне кажется, довольно незначительные минусы. То есть плюсов по сравнению с остальными ЖК, мне кажется, здесь гораздо больше. В общем, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем счастливо.